Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами Пашкевич Анна. И в этом видео мы разбираем основные признаки недостатков элементов питания в рассаде перца. И также смотрим на наше растение, определяем, что же с ними помимо питания не так. Итак, начнем рассматривать тот перец, который находится у меня в руках. Мы увидим на нижней поверхности листьев большое количество попурышек. Их также могут называть сыпью. Это не инфекционное заболевание. Это лишь физиологическая реакция нашего растения на различные стрессовые условия. Например, на переувлажнение грунта. И это называется оэдема. Основные факторы, которые провоцируют различие оэдемы на листьях перцев, это большое количество влаги, очень плотный грунт, слабое проветривание, недостаточное количество света. Поэтому исключаем все факторы. И, соответственно, развитие оэдемы прекратится на ваших растениях. Если же развитие оэдемы на листьях перцев достаточно большое, то не бросайтесь в панику, не обрывайте листья. Они не влияют на урожайность. Растение само, затем, после того, как вы его пересадите на постоянное место жительства, оно отрастит достаточное количество боковых пасынков, разовьет достаточно хорошую площадь листовой поверхности. И, поверьте, все будет хорошо. Второе, о чем хотелось бы сказать в этом видео, это скручивание листьев перца вверх, как бы лодочкой. Это явный признак того, что наше растение недополучает влаги. И, таким образом, оно как бы сокращает площадь испырящей поверхности и начинает скручивать листья вверх. Кстати, это можно хорошо заметить по состоянию грунта, в котором находится наше растение. Конкретно сейчас торф слабо такой коричневого цвета. Соответственно, здесь не хватает влаги и стакан достаточно легкий. Поэтому, самый верный способ лечения подобного проявления на перце, это полив. Третье, что можно встретить в рассаде перца, это когда листья скручиваются вовнутрь. Обратите внимание, вот этот вот перец, он ярко скрутил листья вовнутрь. О чем это говорит? Это говорит о том, что те элементы питания, которые корневая система поднимает по стеблю, они по каким-то причинам не распространяются в листовые поверхности. И таким образом они скручиваются вовнутрь. Во-первых, скручивание листьев вовнутрь в большинстве случаев определяется сортоотзывчивостью или сортоспецифичностью. Если мы, например, возьмем другой перец, который выращивается в одинаковых условиях, как и наш подопытный образец, то мы увидим, что здесь листья не скручены вовнутрь, а здесь они ярко скручены. И во-вторых, скручивание листовой поверхности вовнутрь или непоступление питательных элементов в первую очередь связано со стрессовыми условиями выращивания. Это опять же наши переливы, недоливы, перекармливание, перепады температур, слишком высокие температуры, слишком низкие температуры. Это мало света и любые стрессовые условия, которые могут отразиться таким образом на растении. Для того, чтобы избежать скручивания листвы вовнутрь, каким-то образом выровнять вот этот вот процесс, отрегулировать, нам необходимо посмотреть на те условия выращивания, которые характерны для конкретного растения. И если все хорошо, то как минимум обработать антистрессовыми препаратами хотя бы один раз. Может быть эпин, циркон или другой антистрессовый препарат. Следующая картина, которую можно наблюдать на рассаде перца, это пожелтение листьев перца, особенно с нижнего яруса. Это явный признак того, что растение недополучает в азоте, а именно его нижние части. В частности, если перец начинает выпускать цветки, начинается у него бутонизация, как например у этого раннего сорта роха, то тогда растение принимает решение о том, что необходимо кормить цветки, то есть будущие плоды, и забирает азот из нижних частей. Поэтому, когда мы наблюдаем картину осветления листвы с нижней части, то мы начинаем вести азотные подкормки нашей рассады. Азот, содержащий удобрения, которое будет хорошо усваиваться перцем, могут быть, например, калиевая селитра, магниевая селитра, мочевина или сульфат аммония. Из расчета 10 грамм на 10 литров воды и поливаем растение под корень. Если мы смотрим на нашу рассаду и наблюдаем картину, как сухая окантовка листьев, пожелтение края листа, то это явные признаки того, что нашему растению не хватает калия. Поэтому обязательно вводим в питание калийное удобрение. В качестве хороших удобрений, которые содержат калий и будут усваиваться перцем, будут являться сульфат или монофосфат калия. Из расчета снова 10 грамм на 10 литров воды и проливаем под корень. Очень яркие признаки того, что вашему перцу не хватает магния, будут являться мраморность в окраске. Такие вот пестрые, как шахматная доска, желтые, зеленые листья. Чем подкармливаем перец? Магния с содержащими удобрениями. Например, магниевая селитра, магния и бор. Тоже смотрим на те рекомендации, которые даются производителям этих удобрений. Но средняя дозировка 10 грамм на 10 литров воды и под корень. Если мы будем вести обработку по листу, то тогда будем уменьшать в 2 раза 5 грамм удобрения в 10 литров воды и вести обработку по листу. Это будет лучше, чем корневая подкормка. О недостатке железа рассада будет сигнализировать пожелтением листвы именно из внутренней части. То есть наружная часть будет более зеленая, а внутренняя более светлая или более желтая. Тогда мы будем разводить хелат железа и вести обработку по листу. Также обратите внимание, как себя ведут новые свежераспускающиеся верхние листики. Если они такие курчавые, если они подкручиваются кверху, то однозначно им не хватает бора. Поэтому любые бор, содержащие соединение, та же самая борная кислота и ведем либо пролив под корень, либо обработку по листу. Основные дефициты питания и стрессовые факторы я вам перечислила. И сейчас мы перейдем к неожиданному проявлению на рассаде перца. Это тля. В этом году тля атаковала наши растения, потому что они испытывают большое количество стрессовых условий. Потому что мы стараемся максимально их вести в стресс для того, чтобы ознакомить вас с возможными признаками проявления тех или иных стрессовых условий. На мой взгляд, тля обнаружит достаточно просто, потому что она очень быстро размножается. Там различные генерации поколений. Можно встретить и беленьких маленьких насекомых, и летающих взрослых насекомых темного цвета. И также зеленых круглых насекомых, которые будут сосать соки у нашей листвы. И если заражение тлей будет запущено, то наши растения будут приблизительно иметь такую вот форму листвы. Она будет подкручиваться вниз. Поэтому обязательно отворачивайте и смотрите, есть ли тля на внутренней поверхности, на наружной поверхности. И, как правило, тля будет размножаться у точки роста и развития растений. Поэтому обязательно осматриваем макушки наших растений. Для того, чтобы вести борьбу с тлей, можно воспользоваться как биологическими препаратами, так и химическими. Помимо этого есть механический способ борьбы с тлей. Это клеевые ловушки. Как они работают? Это желтые листы, которые содержат клеевую основу, которую мы развешиваем. И которые притягивают к себе взрослых насекомых. Но клеевые ловушки не исключают развитие той кладки, которую уже успела отложить взрослая насекомая. Поэтому необходимо все равно прибегнуть к препаратам. Если мы будем говорить про биологическую защиту, то это может быть фитоверм, который очень хорошо работает на тле, именно в рассаде перцев. Это может быть бетоксибацелин, это может быть октофит, он же может быть октоцидом. Но имейте ввиду, что обработка биологическими препаратами требует как минимум трех раз с интервалом в 7-10 дней. Для того, чтобы полностью исключить развитие различных вот этих вот фаз нашей тли на перцах. Химическими препаратами могут быть, например, всем известны Актара, Фуфанон, Детис. Большое количество различных химических препаратов. Их можно использовать в рассаде перца. Потому что перец это у нас такая достаточно долгого цикла развития культуры. И как правило 60 дней это после действия нанесения химического препарата хватает до того, как мы начинаем употреблять плоды перца. Надеюсь, это видео для вас станет максимально информативным и показательным. Оставайтесь на канале Процветок. Впереди много интересного. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова